Что касается скорой помощи Татьяны Викторовны, огромное количество жалоб на работу скорой помощи. Действительно, мы поднимали этот вопрос на расширенном совещании с медиками. Нам показывали красочные, нарядные презентации о том, как успешно и эффективно работает станция скорой помощи. Что нас тогда тоже возмутило, но тем не менее. В общем, работа, я так понимаю, должным образом до сих пор не выстроена. Вы возьмите все комментарии негативные, которые идут и по скорой помощи, и по тем вопросам, где маленькие дети проходят гинеколога. И, видимо, идут какие-то приписки или отписки, или задвоения, не знаю, пока несложно дать оценку этому. Готовьте совещание под средством массовой информации с прямым эфиром. Будем задавать вопросы вместе с жителями, получать комментарии. Организуйте инстаграм-трансляцию, Роман Дмитриевич, и все комментарии, которые будут поступать в онлайн-режиме, на все эти вопросы и комментарии будут медики давать вместе с нами ответ. Происходит какое-то искажение ситуации. Мы говорим о том, что проблема есть, и получаем постоянные жалобы о том, что скорая помощь появляется к маленьким детям с температурой 39 и под 40 бывает. Через 2-3 часа у родителей безвыходная ситуация, они никуда не могут ребенка привезти и скорая не проезжает. А медики нам рассказывают, что все в порядке, количество машин достаточное, количество обрегат тоже. Все в штатном режиме. И да, сделаем горячую линию именно по этому вопросу. По вот этим задвоениям, я первый раз, честно говоря, из социальных сетей узнал о том, что такое присутствует. Давайте в этом разберемся и выведем всех на чистую воду, если там какие-то махинации. Давайте это сделаем оперативно. Я предлагаю вам максимум пятница, понедельник, прямой диалог вместе с жителями, с медиками организовать. Посмотрите, какие у них тоже там графики и планы, так чтобы всем было удобно собраться за круглым столом, всем главным врачам и станции скорой помощи и ответить на вопросы жительные.